МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире телеканала Думская ТВ новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты нашей информационной службы и я, Всеволод Ананьев. Здравствуйте! Сегодня вы увидите... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2015-й признан годом дорог. Одесский городской совет принял бюджет на 2015 год. Четвертая волна мобилизации. Чего ожидать призывникам? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска коротко о событиях, связанных с нашей страной. В зоне проведения АТО начинает действовать пропускной режим. Оформлением пропусков занимается МВД. Пока нет информации о количестве поданных на оформление пропусков заявок. Как сказано на сайте СБУ, въезд на неконтролируемую территорию и выезд из неё происходит при предъявлении паспортного документа и пропуска, выданного координационными группами. Наши бойцы отбили атаки боевиков на блокпосты под Горловкой. Враг понёс потери. Боевики совершили нападения на блокпосты номер 517 и 717, расположенные на западной окраине Горловки Донецкой области. Нападения связывают с переходом террористических сил в наступление. Премьер Яценюк объяснил, что стоит за активизацией боевиков на Донбассе. По его мнению, переброска России новых войск к востоку Украины, а также возобновление активных боевых действий, нацелены сорвать мобилизацию и переговоры с иностранными партнёрами о финансово-экономической помощи. В Одесском облсовете прошла первая в этом году сессия. Основой повестки дня стало принятие бюджета области на 2015 год. Также депутаты решили выделить больше денег на ремонт дорог и обратились к президенту с просьбой оставить ВМФ Украины в Одессе. Подробнее о заседании народных избранников в сюжете Дарьи Сидоровской. На сессии депутат областного совета приняли бюджет на 2015 год. Увеличили доходы за счёт налогового законодательства и увеличили расходы на социальные программы. Больше стали и пособия на медицину и образование. Также было принято решение вплотную заняться дорогами и объявить нынешний год годом дорог. У нас всё-таки есть надежда, что 90% средств бюджета развития Одесской области будут затрачены на дороги, потому что без дорог не будет ничего остального. Дороги – это как кровеносные сосуды экономики. То есть ни сельское хозяйство, ни туризм, ничего другого невозможно. Ни один из развития ни одного из приоритетов экономики невозможно без хорошей транспортной инфраструктуры. О том, сколько денег пойдёт на дороги, будет ясно на ближайшей сессии после принятия бюджета развития. Также народные избранники поддержали инициативу депутата Сергея Паращенко, который предложил обратиться к президенту Украины и СНБУ относительно ситуации вокруг реформы военно-морских сил Украины. В поддержку обращения выступил и нардеп Алексей Гончаренко. Военно-морские силы Украины обеспечивают стабильность не только в нашем регионе, в нашем городе, во всему югу Украины. Прошу коллеги поддержать вопрос о том, чтобы обратиться к президенту как главе Совета национальной безопасности и обороны, о том, что для Одесского облсовета вопрос сохранения командования военно-морских сил Украины в Одессе и принятие решений рациональных по поводу численности военно-морских сил Украины является вопросом принципиальным. И здесь область этот вопрос очень волнует. Гончаренко напомнил, что окончательного решения в Киеве по этому вопросу не принято. Да и лишь четкая позиция облсовета даст шанс оставить ВМС в Одессе. В итоге за данное обращение проголосовало большинство депутатов. Дарасидоровская, Евгений Шменцев, Тумская ТВ. Новая волна мобилизации. Призовут 40 тысяч срочников. Среди них могут оказаться и женщины. Разбиралась в тонкостях нового призыва Мишель Арманд. Первый этап частичной мобилизации 2015 года начнется 20 января и продлится 3 месяца. Термин службы новый. Теперь служить будут полтора года, а мобилизированные с высшим образованием – год. Изменился и возраст призывников. Теперь это мужчины от 18 до 27 лет. Также будут мобилизированы женщины. Но призывать их будут только по собственному желанию. И боевые должности представительницы прекрасного пола занимать не смогут. Ну, как вы понимаете, кто могут быть женщины признаны – это на должности медицинских сестер, операционных сестер, там специальности связи, вот в таком плане. В рамках очередной частичной мобилизации будут призваны танкисты, артиллеристы, десантники, ремонтники, связисты и врачи. Определяющим фактором для принятия решения о мобилизации будет состояние здоровья призывника. Илье всего 18, и он очень хочет служить в рядах регулярной армии. Но травма закрыла ему путь в ВСУ. Я не прохожу мобилизацию, так как у меня травма спины. Ну, я очень хочу пойти защищать Родину, так как по состоянию в нашей стране это нельзя просто обойти мимо. Я пойду, наверное, служить в добровольческие батальоны все же и буду защищать свою Родину. Однако патриотов, желающих защитить Родину, много. Для них появилась возможность отдать свой долг государству. Если человек, который списан, как мы говорим в нашей терминологии, признан негодным, пожелает, как доброволец идти, у нас есть нюансы, есть свои подразделения, в которые мы этих людей можем себе, как говорится, позволить принадлежать. Это у нас загоны обороны создаются, согласно директиву тоже. Они сейчас практически во всех районах области созданы, и Род охраны, которые выполняют функции на месте, в районах, но не дальше. Илья считает, что отсиживаться молодому парню в тылу просто нельзя. Решение он уже принял. Пойдет в добровольческий батальон. Парень хочет служить на передовой вместе со своими друзьями. К какому батальону больше склоняешься? Азов. А почему именно он? Ну, так как там больше дисциплина, более строгая, и много знакомых ребят нам слушать. За время проведения мобилизации планируется призвать 40 тысяч человек. Все они срочники или офицеры не сразу отправятся в зону АТО. Вначале каждый из них пройдет подготовку или переподготовку по своей специальности. Ведь новой техники в распоряжение армии поступило немало. Мишель Армат, Виталий Прус, Думская ТВ. Глава Луганской области Геннадий Маскаль обратился к руководству Одесской области с просьбой вернуть детей-сирот, которые с лета 2014 года находились сначала на отдыхе в лагерях, а потом в учебных заведениях Одесской области. Всего в шести интернатах нашей области находилось 400 детей-сирот из зоны АТО. Часть из них изъявила желание остаться на новом месте. С бюджетом на 2015 год теперь и область. Осталось только все распределить. Пока на внеочередной городской сессии депутаты приняли проект решения о бюджете и финансах, бюджет развития рассмотрят на очередной. Павел Репин продолжит. Новый бюджет уже назвали социально ориентированным, но не проедающим бюджетные деньги. Объем бюджета развития увеличен по сравнению с 2014 годом в полтора раза. Это почти 160 миллионов гривен. Между тем, город продолжает рассчитываться за долги своих предшественников. Каденция Эдуарда Гурвица до сих пор обходится Одесситом более 100 миллионов гривен ежегодно. Пока что в бюджете развития только есть расходы на погашение кредиторской задолженности. Это почти 107 миллионов гривен. То есть это те объекты, те деньги, которые не прошли в конце года из-за казначейства. Также в еще не принятом бюджете развития уже заложена статья расходов на ремонт дорог – 120 миллионов гривен. Как распределить остальные бюджетные деньги, чиновники еще не подсчитали. Бюджет развития будет принят на очередной сессии городского совета. На очередной сессии будет рассматриваться подробный перечень объектов, которые будут финансироваться из бюджета развития. Одесса Горэлектротранс планирует проведение реформ в оплате за проезд. Привычный расчет на месте с кондуктором должен заменить в постоянный билет. Собираются расширить и ассортимент по срокам использования проездных документов – от трех дней и более. «Заинтересованность пассажира есть в том, что стоимость поездки по постоянному билету гораздо ниже, чем стоимость проезда по разовому билету». Большую часть расходов общего фонда бюджета города составляют расходы на финансирование отрасли социально-культурной сферы – 65%. Между тем, принятый сегодня финансовый документ не является догмой, потому что он будет дорабатываться. К примеру, уже 15 февраля текущего года народные депутаты Верховной Рады Украины вернутся к пересмотру принятого государственного бюджета Украины на 2015 год. Павел Репин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Снег исчез вместе с дорогами. Автомобилисты говорят, что в таком плохом состоянии покрытия еще не было. А тем временем на обочинах появляется все больше автомобильных колпаков, а у СТО все больше клиентов. Покатались по дорогам Одессы и наши корреспонденты. Снег сошел и состояние дорог резко ухудшилось. Наша съемочная группа решила помочь водителям сохранить их транспортное средство. С помощью такого баллончика мы будем обозначать ямы на дорогах. Мы на площади за моей спиной ям настолько много, что его явно не хватит. Нужна целая цистена с краской. Поэтому мы нанесем знак, предупреждающий водителей. Снег ушел и в дороги уйдут. У нас как в Одессе? Снег ушел и в дороги уходят. Все. Потом надо их ремонтировать. По началу теплых и холодных условий будет проведен в первую очередь текущий ремонт. Остальное по капитанному ремонту. По текущему ремонту первоочередные будут приоритеты, конечно же, движения общественного транспорта. Посмотреть на них и сразу дашь оценку. Много ям выбито. Так что предстоит много поработать. Обычная яма на дороге не так страшна. Максимум, что может произойти, вас немного встряхнет. А вот попав в такую яму с острыми краями, которая сочетается в комплекте с рельсами, ваш автомобиль наверняка останется без колес. При попадании в яму, допустим, литой диск может вообще развалиться, трещину дает. Да. Ну, на большой скорости, если. А резина, как обычно, но восстановлению уже не подлежит. В местах скопления вы, вы и в сложности, есть в автомобиле в целости и сохранности. А вот и первый трофей. Кому-то просто не повезло. Средний ремонт покрышки, допустим, если боковой порез, то начинается он от 100 гривен. Это покрышка без шиномонтажа, то есть плюс работа. Ну, с работой и с материалом где-то в районе 200 гривен отремонтировать покрышку. Ну и диск, если литой, то 80 гривен. И, ну, тысячу может стоить даже ремонт диска. Для одесских дорог автолюбители придумали шуточное название на японском. То ли яма, то канава. А вот такие ямы, скрытые под толщей воды, водители на своем жаргоне называют нежданчик. Чуть-чуть морозец был, а когда попадает вода в трещинки всякие, мороз начинает подрывать, естественно, покрытие ухудшается. На улице Артиллерийской мы нашли еще один участок, непригодный для движения. Прямо посреди дороги огромные ямы, а рядом с ними пуске асфальта. Асфальт ушел. Снег сошел, а асфальт ушел. А пока власти ждут весны, чтобы начать ремонт дорог, Украина смелой поступью шагает в Европу. По бездорожью. В этом году при рождении ребенка родители получат такую же сумму и ежемесячную помощь, что и получали в прошлом. Социальная программа будет работать, как и прежде. Сумма выплаты пособия при рождении ребенка осталась прежней. И за три года родители малыша получат в общей сложности от государства чуть более 40 тысяч гривен. Выплата данного пособия происходит разово при первичном обращении 10 320. И потом равными частями по 860 гривен на протяжении трех лет. Оформить пособие можно в отделении социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей. Обращение должно быть оформлено в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка и обязательно с указанием места регистрации малыша. Павел Рипин, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Авиаперелет по цене такси. Одесский областной депутат утверждает, что цены на авиаперелеты внутри страны можно снизить в несколько раз. Для этого не нужны ни финансовые затраты, ни какие-то сложные схемы. Достаточно всего лишь одного розчерка пера. Почему полет у нас считается не средством передвижения, а роскошью и как с этим бороться? Смотрите далее. Одесский областной депутат написал письмо министру инфраструктуры, где просит разобраться в ситуации с порядком назначений на авиамаршруты. Документ был опубликован Минюстом еще в конце 2013 года. Надел много шуму и критики, но действует до сих пор. Нынешние заоблачные цены на небесные перелеты создаются искусственно, уверен депутат облсовета Петр Обухов. У нас есть монополист, и зайти на этот рынок практически невозможно. Есть квоты на определенное количество рейсов между городами. Эти квоты уже распределены между авиакомпаниями. И зайти какой-то новый, устроить конкуренцию и снизить цены не получится. Как один из вариантов решения проблемы, Обухов предлагает отменить правила распределения маршрутов между авиакомпаниями. Если у компании есть лицензия на пассажирские авиаперевозки в Украине, считает депутат, то она не должна ни у кого больше спрашивать разрешение по каждому маршруту. И для этого достаточно всего лишь рощерка пера уполномоченного чиновника. Для того, чтобы эту ситуацию исправить, нужно либо вообще отменить квоты на количество рейсов, это может сделать правительство, либо наконец-то подписать договор с Европейским Союзом об общем авиационном пространстве. Напомним, что разговоры о так называемом «открытом небе» с Европой ведутся на протяжении нескольких лет. Причем текст договора с Евросоюзом о присоединении к единому авиационному пространству авиационным властям удалось согласовать еще в конце 2013 года. Все упирается только в одно, утверждает Петр Обухов. Нежелание наших чиновников его подписывать. Пока письмо, направленное министру, остается без ответа. Всеволод Ананев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. Если вы стали свидетелем резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию Думскую ТВ по номеру 788-0075. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова